Субтитры создавал DimaTorzok Он однократно призывал народ Божий устанавливать мемориал, дабы увековечить его верность своему народу. Эти мемориалы чтят не нас, людей. Они нужны, чтобы мы не забывали, что сделал Бог. В Писании мы снова и снова видим, что Бог говорит, дабы вы не забыли о том, что Я совершил для вас. Бог наш Творец. Ему ли не знать, какими забывчивыми мы можем быть? И в Новом Завете сам Господь Иисус Христос в качестве визуального напоминания о том, что Он сверхъестественно вмешался, пришел с небес, умер на кресте и заключил с нами Завет, учредил вечерю Господню как напоминание о том, что Иисус раз и навсегда победил смерть, победил грех и победил стыд. Давайте-ка откроем с вами Первую книгу царств, седьмую главу, двенадцатый стих. Моя мать выросла в культуре враждебной христианства, и поэтому неудивительно, что в своей новогодней молитве она использовала это выражение. Она не великий богослов. Давайте прочитаем. «И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между Синомом и назвал его Авенезер, сказав, до сего места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилева. Итак, как я сказал, моя мама — невеликий богослов. Она молилась просто. «До сего места помог нам Господь». Он поможет нам и в будущем, пока не заберет нас к себе домой, на небеса. Я был еще мал и не искал это место в Библии. Я лично думал, что она цитирует Писание. На самом деле она добавила к Писанию свои слова, выражая веру и уверенность, что тот, кто довел нас до сего дня, будет верен и однажды приведет нас домой. Возлюбленная. Послушайте, если мы забываем наставление, данное нам апостолом Павлом, в 6 главе книги Ефесиным, в 12 стихе, то наше личное хождение, наш брак, наша семья и совместное служение в церкви подвергается опасности. Он говорит, что наша брань не против крови или плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Нет нужды говорить вам, что мы живем в культуре, которая становится все более враждебной. Такое ощущение, что фильмы и телевидение, газеты и журналы, профессора и школы, все вокруг как будто сговорились. Они стремятся поразить сердце, душу и разум верующих людей. Поэтому мы постоянно должны себе напоминать, что люди не являются нашими врагами. Наш враг — дьявол. Наша брань не против крови и плоти, но против злых духов. Поэтому орудие нашей битвы — это вера, послушание и праведность. Чтобы понять, что имеется в виду в этой главе первой книги царств, давайте заглянем в контекст. В книге Судей говорится, что народ Божий снова и снова отворачивался от Бога. Скажите «Аминь». Они неоднократно отступали от Него, но при этом они так и оставались с еврейским народом, народом Божиим. Они соблюдали религиозные и иудаистские ритуалы и приносили жертвы Богу Яхве. Бог часто позволял им идти своими путями. Он не заставлял их быть с Ним. Он позволял им идти по своим прихотям и идти туда, где они пожнут последствия своих решений, своего отступничества, и непослушания Слову. Пожав горькие плоды, они возвращались к Богу со слезами и воплями. Они взывали к Богу. И Бог слышал их молитвы. Он отвечал на их просьбы. Он давал им того, кто избавлял их от всех бедствий. Этот цикл отступничества и покаяния повторялся снова и снова в течение 450 лет. У нас такой великий, такой терпеливый, такой милостивый Бог. Наконец, Бог поднял Самуила. Он был последним судьей над Израилем и первым пророком. В первой книге царств, в четвертой главе, Израиль снова отступил от Бога. Сердца людей отвернулись от Яхвы и обратились к их любимым идолам. Я не знаю, какой у вас любимый идол, но я уверен, а вы знаете, что является для вас идолом. На сей раз филистимляне устроили кровавую бойню в Израиле на равнине у города Афек. В этой битве отдали свою жизнь 4000 сильных воинов Израиля. Люди решили, что пора им обратиться к тайному орудию, и тогда они одержат победу. Знаете, что это за тайное орудие? Ковчег Завета. Они знали, что там, где Ковчег Завета, там божественное пребывание. Они подумали, возьмем с собой Ковчег Завета на поле битвы, и победа будет за нами. А вот что значит имеющие вид благочестия силы его отрекшиеся. Они думали, что тайна в самом предмете. Они взяли с собой Ковчег Завета на поле битвы, но битву они проиграли. Это почему-то не сработало. Послушайте, возлюбленные. Формализм, поверхностное посвящение и внешняя религиозность не поможет вам в ваших духовных битвах. То, что вы носите с собой Библию, не поможет вам выиграть духовную битву, но только измененное и преображенное Господом сердцем, полностью посвященное Господу Иисусу, поможет вам одержать победу в каждой битве. Несмотря на то, что Ковчег был с ними, филистимляне одержали победу над ними. На этот раз погибло 30 тысяч израилитян. К тому же филистимляне забрали Ковчег Завета с собой. Через какое-то время они вернули его евреям. Я не стану идти в детали, но Ковчег вернулся в Израиль. К этому моменту мы уже в 7 главе 1 книги царств. Ковчег Завета 20 лет, как вернулся с филистимской земли в Израиль, но Бог все еще не благословлял свой народ. Бог все еще удерживал от них победу и благословение. Почему же так? Потому что они не исправили свои сердца пред Богом. В 1 книге царств 7 главе 3 стихе Самуил призывает народ к истинному покаянию. Давайте вместе скажем эти слова «истинное покаяние». Послушайте, что он им сказал. Слушайте меня внимательно. Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, скажите «всем сердцем удалите из среды себя богов иноземных, расположите сердце ваше к Господу и служите Ему одному, и Он избавит вас». Когда вы сталкиваетесь в жизни с неразрешимой ситуацией, то первое, что вы должны сделать, это искреннее всем сердцем отвернуться от всего, что влечет вас к себе вместо Бога. И здесь Самуил ставит памятный знак, чтобы он служил напоминанием народу. И они не забыли о Божьем вмешательстве, о том, что Бог принес смущение в стан врага. Он берет камень, который намного больше по размеру, чем этот, и кладет его между массивом и между сеном, между двумя крупными городами. И он назвал этот камень Эвенезер. Скажите вместе со мною, до сего места помог нам Господь. Давайте вместе скажем, до сего места помог нам Господь. И точно так же, как моя мама добавляла в молитве, тот, кто помог нам до сего дня, поможет нам и в будущем, и приведет нас домой. Спустя 30 лет нашего служения мы можем с уверенностью сказать, до сего места помог нам Господь. Если бы камни этого здания могли говорить, они бы поведали нам историю о том, что погибающие души были найдены Богом на этом месте, они бы поведали о разбитых сердцах, которые исцелились на этом месте, что на этом месте отношения, которые исчерпали себя, были восстановлены. Они бы рассказали о людях, у кого было очень тяжело на душе, когда они входили в эти двери, но они выходили отсюда с радостью и легкостью в сердце. Они бы поведали о тех, кто блуждал по жизни, но нашел здесь свою цель. Я верю, что когда мы попадем на небеса, мы встретим там огромное количество душ. Они подойдут к нам и скажут, благодаря вашей верности, верности членов вашей церкви, я спасен, изменен, и сейчас я нахожусь здесь, возлюбленный, все это камни Эвенезера. Аминь. Аминь. Эти камни напоминают нам о том, что до сего момента Господь помог нам, так же, как и израилетяне, мы должны были трудиться, должны были служить, должны были молиться, мы должны были доверять только Богу, когда нас предавали и разочаровывали. Хочу вам сказать, я всегда говорю о славе Божией. Зачастую к моему стыду мне не хватает веры. Во всех сложностях, с которыми мы сталкивались, Господь и только Он один давал нам силу, благодать и победу. Будьте уверены, что гордыня, грех и самодостаточность всегда приводят нас к поражению. Но когда мы в смирении исповедуем свой грех и каемся, когда мы полагаемся только на Бога, это всегда приводит нас к победе. Мы очень легко забываем источник нашей победы. Забываем почтить Бога за то, что Он сделал для нас. Мы читаем свои то, что мог совершить только Бог. Мы легко забываем, что до сего момента помог нам Господь. Поэтому нам нужен памятный камень, нам нужен Эвенезер. Кто-то спросит, что такое Эвенезер? Я уверен, камень Самуила был куда больше по размеру, чем вот этот камень, который у меня в руке. Спасибо, что вы спросили. Я как раз хотел вам рассказать. Многие из нас вспоминают известный персонаж Эвенезер Скрудж из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песня». У нас возникают с ним негативные ассоциации. Поэтому, когда мы слышим Эвенезер, мы думаем о чем-то негативном. Но в еврейском языке это прекрасное слово. Я объясню его значение. Я лично верю, что когда Диккенс писал эту художественную книгу, он имел в виду библейское значение этого слова. Ведь после того, как Эвенезер Скрудж увидел прошлое, настоящее будущее, он изменился. Он преобразился, стал добрым и любящим человеком. Слово Эвенезер в иврите происходит от двух слов. Это сложносоставное слово. Эвен означает камень. И Эзер означает помощь. Эвен. Эзер означает камень помощи. Это понятно? Не забудьте об этом. Самуил не хотел этим сказать, что камень Эвенезер это напоминание о том, что Бог в чем-то где-то нам помог. Нет. Самуил хотел, чтобы Божий народ не забывал и всегда помнил о том, что когда люди покаялись и молились, принесли жертвы Богу, то Бог привел в ужас стан филистимлен. В определенный момент Бог послал помощь евреям. Он даровал им победу. Об этом они должны помнить, а никогда об этом не забывать. Вы, скорее всего, слышали христианский гимн «Приди к источнику благословений». Когда в тексте звучало Эвенезер, вы задавались вопросом, что бы это значило? «Я вознесу свой Эвенезер, до дня сего ты вел меня, и знаю я, что ты поможешь и приведешь меня домой». Иисус искал меня, когда блуждал я, когда далек был от Бога. «Он уберег меня, избавил, святую кровь свою пролил». Возлюбленные, камень Эвенезер нужен для того, чтобы вы не забывали о том, что Бог верен вам. «Камень Эвенезер напоминает нам о том, что Бог ответил на многие наши молитвы. Камень Эвенезер — это место, где мы переживаем собственное пробуждение и восстановление. Эвенезер — это место, где мы можем снова посвятить себя Богу. Это место нового начала в нашей жизни. И я хотел бы задать вам один вопрос. Что для вас означает «Камень Эвенезер»? Возможно, сейчас вы чувствуете, как ваше сердце влечет вас, но я не хочу, чтобы это оставалось только кратковременной эмоцией, да не будет этого. Возможно, сейчас Бог призывает вас поднять камень Эвенезер в своей жизни. Возможно, Господь призывает вас пересмотреть ваше хождение с ним. Бог напоминает вам о его верности. о которой вы уже давно забыли. Самое время сказать «До сего момента помог мне Господь. Вот я поднимаю свой камень Эвенезер, что он для вас». Сегодня все вы получите в подарок камень Эвенезер. кто-то кто-то пришел сюда и думает «А, они вернулись к традиции побивать грешников камнями». «У У нас четыре ящика с камнями наверху и шесть внизу. Надеюсь, никто приведи камней не выбежал в ужасе из церкви, думая, что мы здесь побиваем камнями. Нет, это камень вам в подарок. Вы можете поставить его на письменный стол, или в кухне на камине, или в месте, бросающемся в глаза, там, где вы всегда будете его видеть, чтобы этот камень напоминал вам о Божьей верности к нашей церкви и к вам. Камень напомнит вам о помощи, которую Бог оказал вам в отчаянной ситуации. Он будет напоминать вам о том, что Бог даровал вам победу над раком, над страхом, над виной и банкротством. Камень Эвенезер — это все то, что говорит вам, до сего момента помог нам Господь. Бог был верен нам в прошлом и поэтому и в настоящем мы все еще можем положиться на Него. И мы можем полностью доверить Ему наше будущее, потому что камень Эвенезер говорит о том, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Он довел нас до этого момента не для того, чтобы в один момент взять нас и выпустить из своих рук. Бог не даст нам упасть. Это битва Господа, и Он дарует нам победу. И когда Самуил вознес всесожжение, Бог даровал Израилю победу над врагом, над их угнетателями. Агнец, которого принес в жертву Самуил, был тенью тайны нашей с вами победы, прообразом Агнца Божьего, который взял на себя грех мира. Он висел на кресте. Он пролил кровь за каждого из нас. Не забывайте, что когда на кресте Иисус воскликнул «Совершилось», отдав себя в жертву за грех и смерть, в тот момент Он купил для нас победу. Вы знали об этом? Именно тогда было завоевано ваше спасение и одержана победа над вашим врагом, над сатаной. И теперь вы способны подчинять плоть «Духу». Ваша победа над грехом, смертью и могилой совершена. До сего момента помог нам Господь. Мы должны исповедовать это снова и снова. До сего момента Господь спасал нас. Аминь. И поэтому мы знаем, что тот кто довел нас до этого момента поможет нам и завтра и однажды проведет нас вечность. Он всегда рядом, чтобы нам помочь. Пожалуйста, всегда помните, Бог никогда ни за что не забудет прийти к вам на помощь. Сегодня мы благодарим Бога за Его верность к нам все эти 30 лет. Когда вы будете выходить вперед и окунать опреснок в чашу, я хочу, чтобы вы говорили Богу, Господь это символ твоей крови. Крови, которая может меня исцелить, изменить, дать мне силу на жизненном пути, окуная хлеб в вино. Я отрекаюсь от всех своих идолов, от всего, что занимает твое место в моей жизни. Я отдаю тебе всех своих идолов. И затем возьмите из ящика один камень. Это наш подарок вам. Я хочу, чтобы мы как тело Христа объединились не только в покаянии, но и в том, что установим камень, Эванезер, в нашей жизни как напоминание о благе. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Продолжение следует...